28 ноября состоятся выборы в Джогур-Ку-Кенеш, Кыргызской Республики. Впервые парламент будет избираться по смешанной системе. Количество депутатов сократится со 120 до 90. Сейчас идет активная фаза подготовки к выборам. О том, каким образом ведется подготовка к предстоящим выборам и какие меры предпринимаются, для того, чтобы эти выборы были максимально честными и открытыми, мы поговорим с председателем Центральной Комиссии по выборам и проведению референдумов Нурджан Шайлдабековой. Здравствуйте, Нурджан Хармабековна. Добро пожаловать к нам в студию. И расскажите, пожалуйста, вот только-только завершилось выдвижение представления кандидатов и партий, и учитывая, что сейчас именно по смешанной системе будут проводиться выборы, в чем отличие от предыдущих таких процедур и от других выборов, которые были в Кыргызстане до этого? Да, выборный процесс, назначенный на 28 ноября, идет своим чередом, в соответствии с законом, установленными этапами выборов. Но выборы прежде всего пройдут по новой смешанной системе, и основная цель введения этой смешанной системы была усилить представительную роль Георгого Кенеша как высшего представительного органа. Поэтому смешанная система, в части, где 36 депутатов избираются по одномандатным округам, она призвана установить баланс представительства территорий. И часть, которая выбирается, это 54 депутата по пропорциональной системе, соответственно, будут избраны представители политических партий, политические силы, соответственно, будут представлены, социальные группы, потому что число требований при формировании списка кандидатов от партии включены квоты по гендерному представительству, по молодежи до 35 лет, этническим представителям, по лицам с инвалидностью. А вот документы, которые предоставляют кандидаты и партии, список документов, он не изменился? Это те же самые документы, что и необходимо было до этого предоставлять? Или есть там тоже какие-то изменения? Да, перечень документов, он установлен. Мы провели тренинги для всех желающих принять участие в выборах кандидатов и представителей политических партий. Я думаю, что партии и кандидаты не испытывают больших сложностей с этим. В этом году мы проводим прием документов как в бумажном, так и в электронном виде через специальную программу «Электронный кандидат», которая позволяет в автоматическом режиме, в режиме защиты персональных данных провести проверки всех необходимых сведений. Следует отметить, что основным новым аспектом требований к кандидатам являются те нормы, которые приняты в законе против административного ресурса. Так, политические, государственные и муниципальные служащие, за исключением депутатов Джогурху Кенеши и депутатов местных Кенеши, в случае, если они намерены участвовать в выборах, должны полностью освободиться от занимаемой должности для участия на равных с кандидатами. Сам процесс голосования, как таковой, в нашей стране устроен так, что невозможно, например, если вы просите меня за кого-то проголосовать и дали, возможно, денежные средства, но голосуя, никто же не сможет проверить, за кого именно проголосовал, за того человека, которого вы попросили или еще кто-то другой. Правильно? То есть каждый избиратель волен выбирать того, кто ему по душе, исходя из каких-то своих личных интересов, и тайну голосования невозможно нарушить. Да, совершенно верно. В нашей стране созданы условия для достоверного подсчета голосов. Это очень важно, потому что судьбу выборов таким образом может и должен определять народ. И это реализация Конституции, по сути, которая гласит, что источником власти в Кыргызской Республике является народ. Он реализует ее через выборы и референдумы, и участие в работе органов управления. Так вот, это была важнейшая обязанность государства перед гражданами. Для этого созданы условия для выполнения этой обязанности. И дело, конечно, слово за гражданами. Я хочу напомнить гражданам, что каждый голос действительно достоверно учтен. Соответственно, вы влияете на итог выборов, на то, кто придет депутатом. И какие бы ни были попытки давления, либо оказания иного какого-то влияния, какие бы ни были на практике попытки подкупа голосов, Каждый гражданин имеет возможность голосовать свободно. Тайна голосования гарантируется государством. Автоматически считывающие урны не раскрывают тайну голосования. Никто не узнает, за кого голосовал тот или иной гражданин. Поэтому я бы призвала граждан голосовать свободно. Тем более, что новая система избрания, она позволяет выбрать того кандидата, которого вы считаете достойным. Спасибо вам большое за беседу. Я напоминаю, что мы говорили с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нурджан Шайлдабековой об особенностях и значимости предстоящих выборов Джорху Кенгейши. Итоги недели продолжаются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!